В Сургуте сегодня массово откачивают воду с дорог и дворов. К весеннему теплу и солнечной погоде коммунальщики оказались не готовы. Городские паблики пестрят жалобами от жителей. Причем с каждым часом сургутяне ставят все большие рекорды по глубине и площади луж. Власти комментируют. Вопрос системный, с ним сталкиваются каждый год. И нужно только потерпеть, снег растает, и лужи естественно испарятся. Лайфхаки весенних прогулок по воде сегодня от сургутян собирала наш спецкор Ольга Придоха. 37-38 сантиметров глубина лужи на парковке железнодорожного вокзала. И это при том, что несколько часов назад здесь работала спецтехника и откачивала воду. Вот эта огромная лужа, площадь 20-30 квадратных метров. На нее пожаловались сегодня жители города в социальных сетях. Власти приняли экстренное решение. И теперь хотя бы пассажиры общественного транспорта могут дойти от остановки до автобусов. Раньше этого сделать было невозможно. Говорят, что проблема практически каждый год всплывает вместе с талым снегом на поверхность. Здесь, видимо, проблемы с ливневкой. Каждый год или если ливень, то вот такая большая лужа. И тут яма из-за этого. Вот ямка получается, вот ходить невозможно. Если это убрать, я думаю, проблема исчезнет. Там же люки, они же глубокие, там где-то сантиметров 30. Просто автобус проваливается туда и обрызгивает людей. Здесь, конечно, они обходят. Вот, считайте, пешеходник, они уже не попадают. Они вот здесь вот идут. Неудобненько прям. Нет, неудобно. А там уже они переходят тоже. Считайте, машины на перекрестке стоят, и они под сами машины лезут. Вот мы здесь на месте полчаса работаем, а вот эта вот самая лужа, она, как видите, прибавляет. Сегодня утром почистили вот эту лужу, убрали воду. И, скорее всего, к вечеру ситуация будет примерно такой же, что и вчера. Вот мы пока снимали, узнали, что сургутяне в социальных сетях устроили целый флешмоб. И написали в социальных сетях очень много жалоб на разные улицы, на разные лужи, глубины. А вот это историческая лужа. Здесь она практически всегда. Мы снимали в прошлом году летом, когда случился сильный дождь. И это место снова затопило. Вход в кедровый лог. Как видите, в парк сегодня лучше не ходить. Это самая глубокая лужа, которую вы видели сегодня? Сегодня? Не знаю, во дворе у меня глубже есть. Это знаменитое Маяковского 37 общежитие, морское побережье Сургута. Морское, потому что лужа здесь практически не прекращается. Вот от того забора и до дороги. Я не знаю, как здесь ходят люди, потому что вот там подъезд, выход, и практически последняя ступенька заканчивается уже в воде. Сейчас здесь работает специальная техника. Говорят, работают с утра лужа, не стало меньше. Стремительно тает снег, вода будет еще прибывать. Проезд административный. Но дабы, не дай бог, не затопило наше подвальное помещение, мы приняли решение откачивать воду. Самостоятельно? Самостоятельно. Без администрации? Без администрации. Сколько это у вас займет? Ну, это же в деньги? Два дня. И деньги? Ну, это уже другой вопрос. Нет, самое эффективное, это провести благоустройство придомовых территорий, ливневых канализаций, автодорожной сети. Но все упирается в деньги. У нас есть сейчас обращение граждан на ремонт 34 придомовых территорий. Это в районе 206 миллионов рублей. Это только... Это только... Конечно, да. Мы хотим, чтобы вода уходила, да, с наших улиц, как бы. Соответственно, вот я говорю, где-то порядка 400 километров у нас протяженность дорог, да, по городу. И всего лишь 90, это ливневая канализация. То есть вот сколько нам не хватает. То есть если мы хотим, чтобы не было воды на улице, значит, нам надо строить. Строить ливневую канализацию, строить очистные сооружения. В общем, чтобы весь Сургут весной не затопило водой, работает сразу несколько служб. Во дворах и на придомовых территориях кто-то откачивает воду, а за моей спиной сейчас чистят ливневые канализации. Большие машины сначала откачивают воду, а потом под напором воздуха пробивают песок, грязь и мусор, который скапливается в ливневой канализации за несколько месяцев. И пока администрация города ищет деньги, чтобы полностью обновить систему ливневых канализаций. Это 90 километров. Нам остается только ждать лето, чтобы все лужи в городе под солнцем высохли. Ольга Придоха, Игорь Батищев, телеканал Югра, Сургут.